И снова здравствуй, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может всё, и сегодня Фролов может в третий раз прохождение игры жизни страдания господина Баранта в эпоху падения блаженной империи Аркнов. У нас уже третья часть, мы развиваем нашего персонажа Фрололо, и если ты не видел, что же было, во-первых, с чего мы начали, и что было в предыдущих частях, заходи в описание, там есть плейлист, обязательно его посмотри. И в поддержку канала обязательно подпишись, нас становится больше, и это не может не радовать. А сейчас давай продолжим нашу игру. Итак, нам 8 лет дальше, смотрите, чего было крутого. Значит, мы прошли всё детство, и сейчас только вошли в отрочество, поэтому нажимаем волшебную кнопочку продолжить, да погнали. Самое начало, самое начало, хочешь узнать поподробнее, посмотри предыдущие главы, я хочу войти в игровой процесс как можно скорее. Сосед по улице, ты растёшь, с каждым годом семья требует от тебя всё больше, нанятые отцом учителя не дают тебе выдохнуть. Твоя жизнь сейчас усердная учёба на благо твоего будущего и всего рода Баранта. Вслед за тобой растёт и младший брат, Натан. С ним теперь уже есть о чём поболтать. Ты никогда не отказываешь брату в просьбе поиграть, когда находишь время между изнурительными уроками. В тот дождливый день родители уехали на приём, оставив тебя приглядывать за младшим. Ты засиделся за книгами в гостиной, и Натан ушёл прыгать по ручьям в одиночестве. И вот брат зовёт тебя снаружи, он стоит на крыльце весь грязи и хнычит. Ты выходишь, брат продолжает реветь. Там был мальчик, он толкнул меня в канаву и обозвал разодетым дураком. Я сказал, что позову брата, он всё ещё там, накажи его, фрололо. Натан указывает на покосившийся деревянный дом ниже по улице. Там начинается жилище мещан из тех, кто победнее. Ну, короче, если вспоминать, кто мы, то мы, в принципе, люди-то нормальные. Ну, у нас есть... про нашу, про нашу. Вот, у нас средний достаток, и в целом всё неплохо. Значит, люди победнее нас. Хорошо! У порога торчат двое мальчиков, оба явно из простого сословия, хоть и не бедняки. Один ростом чуть ниже Натана, такой же смешно насупленный. Второй постарше, выглядит твоим ровесником, но выше и шире тебя в плечах. Ты уже слыхал? Его имя во дворе Томас. Вот, фрололо, это был он. Указав на младшего из мальчиков, Натан прячется за твою спину. Томас ухмыляется и закатывает рукава, обнажая широкие предплечья. Судя по всему, он уже давно помогает в доме с тяжёлой работой. Слушайте, богатей! Нам ваш... Я не думаю, что так говорит семилетний парень или восьмилетний. Окей. Слушайте, богатей! Нам ваше общество даром не сдалось. Никто не смеет называть наш дом вонючим крысятником. Канаву и купание в ней твой мелкий заслужил. В следующий раз оденется поскромнее и не полезет к нам, кто может... В следующий раз оденется поскромнее и не полезет к тем, кто может в грязь его кинуть. Кулаки сжимаются сами собой. Кулаки сжимаются сами собой. Натану не следовало обзываться. На насмешку лучше всего отвечать насмешкой. Но скидывать брата в канаву было чересчур. Томас держится уверенно. Он не видит в тебе угрозы. Ты уже почти готов встать в стойку. Тут за рукав начинает кто-то тянуть. Это Натан, виновник происходящего. Короче, варианты. Наброситься на Томаса. Этого нахала просто необходимо поставить на место. Признать брата виноватым. Решить всем миром. И сначала выслушать брата. Ну, я думаю, что нам нужно явно, явно, явно выслушать брата первым. Итак. Натан дергает за рука все сильнее. Ты оборачиваешься к нему. Не дерись с ним. Посмотри, он же огромный. Пойдем домой. Ну их. Ты совсем вымок. Послушаешь младшего и уйдешь как трус. Все вы богатеи такие. Только кудахтать можете. А как ответить за себя, так сразу домой к мамочке бежите. Ты не выдерживаешь. И с размаха бьешь обидчика. Мальчуган, не ожидавший такой яростной атаки, отскакивает назад. Мих. И он уже собран и готов к ответу. Кулаке около лица быстрый выпад. Теперь уже ты делаешь шаг назад. Тяжело дыша от гнева, вы начинаете обмениваться ударами. Младший, открыв рты, восхищенно таращится на вас. В ударах Томаса никаких лишних движений. Грязных приемов, глупых насмешек. Только умение. Отточенное уличными драками. Тяжелые кулаки метят в лицо. Раз за ударом ты уворачиваешься, пытаешься его достать. Пару ударов приходится по Томасу вскользь. Он их даже не чувствует. Какой здоровый. В каждом следующем твоем замахе все больше злости. Сердце стучит очень громко. Мир сузился до тебя и твоего противника. Сколько это уже продолжается? Ты устал. Дыхание сбивается. Мышцы наливаются тяжестью. Нельзя сдаваться. На тебя смотрит Натан. В отчаянии ты бьешь Томаса в нос со всего размаха и тут же пропускаешь удар в висок. Будто удар огромного колокола на мгновение ты теряешь зрение. Ты держишься за голову, пытаясь собраться перед глазами. Все плывет. Томас перед тобой. Из его носа ручьем бежит кровь. Драку уже кто-то не хочет... Драку уже как-то не хочется продолжать. Кажется, твоему противнику тоже. Вы из-под лоби смотрите друг на друга. Вдруг над вами раздается возмущенный окрик. С крыльца вам грозит кулаком разгневанный мужчина в рабочем фартуке. Лицо Томаса мгновенно искажает страх. Мой отец. Бежим. За драку вас положено высечь. И это подстегивает... Как соленые розги. Ты бежишь за Томасом. Мощеный гнилыми досками переулок. Перекошенный забор. Еще переулок. Огромная лужа. Перепрыгивайте с разбега. Высокая трава. Ах, притаившись, вы замираете. Кажется, никто не гонится. Вы облегченно переглядываетесь и смеетесь. Смех у Томаса громкий, заразительный. Но вскоре он секается и чуть грустнеет. Эх, все равно высекут. У отца рука тяжелая. И нудеть про уделы будет еще несколько дней. Молитвы повторять заставит. Как обычно. Вечно на это нарываюсь. А как еще доказать, что ты чего-то стоишь, как не в драке? На это ты замечаешь, что если самой драки никто из взрослых не видел, нужно стоять на том, что ее и не было. Просто пошла кровь из носа. Бывает же такое. У твоей матушки это постоянно случается? Ну, попробовать можно. Главное, чтоб мелкие нас не видели. Со своим-то братом я поговорю. Ты висок прикрой. У тебя там ссадина. Хорошо, что я тебе в лицо не попал. Вот будто и не было ничего. Ты говоришь, что Натан будет молчать. А ты заодно объяснишь ему, как себя вести, чтобы снова не очутился в луже. Вы пожимаете руки. Рукопожатие Томаса крепкое, прям как его удары. Вы выбираетесь из сестровы. Нужно идти, пока отец Томаса не нажаловался твоей семье на нарушение удела. Место, где вы прятались, вроде бы и близко от дома, но тебе совсем не знакомо. Ты говоришь об этом Томасу. Тот оживляется и расплывается в улыбке. О, я много таких мест знаю. Давай так. Если обойдемся сегодня, приведу тебя завтра к старой крепостной стене. Там есть одно местечко, можно свою крепость возвести. Я уже и досок туда натащил. Правда, одному строить как-то грустно. А мелкие не помогает. Больше под ногами путается. О, Томас Герра. Значит, отношения плюс один. Мы теперь равнодушненькие с ним. Вы идете обратно по грязным переулкам, связанным общим секретом. Кажется, сегодня у вас появился друг. О, единство. Нифига себе. Вот это круто. Доброта. И запас сил прибавился на десяток. Вау. Это прям было хорошее место. Знакомство с Томасом. Год 1126. У тебя появился друг. Мальчик. По имени Томас. Хорошо. Добротненько, добротненько. Давайте девочку какую-нибудь. Ну, так. О, прошло еще один год. Слушай, какой это был скудный год на события. Лихие кони. День выдался жарким даже для иссушеной солнцем магры. Учеба на сегодня закончена, и ты вырвался из душной комнаты во двор. Вы с Томасом закатили рукава рубашек, но это не спасает. Будь вы в компании одних мальчишек, можно было бы и расстегнуться. Но еще сегодня во дворе... О, май! Во дворе сегодня три девочки. Они стирают белье в большом корыте, шепчутся между собой и хихикают. На одну из них хочется смотреть как можно дольше. Большие голубые глаза, темные волосы в тугих косах. Простое серое платье в заплатах. Ее зовут Софья. Смеясь, она чуть закидывает голову. В ее глазах отражается солнце. Вы с Томасом и другими мальчишками рассказываете истории. Одна другой глупее. Только бы она смеялась. Софья. Ну, ты и гораст выдумывать, Фрололо. Ааа, вот я один раз. Но тут Софью окликнули из дома. Она кивает вам и бежит через улицу к дому. Шаги ее легки. Она улыбается и совсем не смотрит под ноги. Вдруг камень на дороге. Софья спотыкается и падает в пыль. Улица дрожит от опыта. Из-за поворота вылетают всадники. Ты узнаешь герб на знаменах. На изумрудно-зеленом фоне. Черная змея-клинок. Это сами меланиды. Род герцога вашей провинции. Кони несутся вперед. Под копытами хрустнула чья-то деревенская игрушка. Всадники даже не думают замедлиться. Это перед ними дворянами. Все должны расступаться. На их пути поднимается с земли Софья. Ее мать прижавшись... Ух, нифига. Тут че у кого есть выбор. На их пути поднимается с земли Софья. Ее мать прижавшаяся к калитке отчаянно зовет дочь. Ты замираешь в ужасе. Неужели всадники не видят ее? Они остановятся? Или пронесутся прямо по ней? Еще пара мгновений и эту чудесную девочку снесут. Растопчут. Задавят. Есть два варианта. Это заслонить Софью. Либо остаться на месте. Я не вижу никакого второго варианта. Конечно, заслонить Софью от коней. Мы ж герои. Ее мое. Ты бросаешься на дорогу и машешь руками, что и сил. Топ от копыт оглушает. Они так близко, что все тонет в пыли. На миг кони едва замедляют бег перед твоей маленькой фигурой. Этого мгновения Софья хватает, чтобы выскочить на обочину. Но всадники пришпоривают коней. Лавина из копыт. Блин. Лавина из копыт сбивает и прокатывается по тебе. Кости хрустят, дробятся, превращаются в крошку. Невыносимый гул разрывает уши. Задает ритм каждому новому всплеску боли. Все твое нутро перемешивается в кашу. Последнее, что ты помнишь, звук лопающегося черепа. Поздравляю, господа. Наша вторая смерть. Вторая смерть. Ты стоишь в неприглядной темноте. Один. Обнаженный до самой сути. Это сковывает. Хочется прикрыться. Спрятаться. Никто не должен видеть тебя таким беззащитным. Но здесь не получается утаить правду. Тебя заливает невыносимый яркий свет. В нем нет тепла. Он лишь слепит и не оставляет в целом мире ни одной тени. Это свет самого сияющего толпа. В этом сиянии ты зримо видишь все свои мысли и сомнения. Свои ошибки и проступки. Противоречия, из которых ты соткан. С самого рождения. Они покрывают тебя с ног до головы, как серые одежды из грубой ткани. Но в этом свете одежды растворяются. Ты нага. Ты испытываешь свободу и целостность. Будто затянулись все раны и трещины твоей души. Она такая, какой должна быть. Ты словно снимаешь повязку с глаз. Все вокруг представляет в своей истинной форме. Это законы, по которым устроен мир. Великий замысел, приводящий жизнь в движение. Ты ступаешь по едва различимой тропе. Вокруг тебя ослепительный свет, придающий всему форму. Ты видишь в этом свете сразу всю бесконечную сложность того, как устроен мир от малейшего листа травы до огромной империи. И мир сохраняет равновесие благодаря закону, вложенному в него самого сотворения. Впереди на тропе тебя ждут две фигуры. Огромные, во много человеческих ростов. Старшие с плетью и младшие. С мечом в руках. Младший взирает на тебя строго и холодно. Ты покорно встаешь перед ним на колено и опускаешь голову. Бог заносит меч над твоей головой. Это кара, без которой закона нет и не может быть. У любого поступка есть следствие. Это дает миру всю его форму и позволяет существовать. В этот миг под взором безжалостного бога ты постигаешь закон, которым он скрепил весь огромный мир. Какому воплощению законов твоей земной жизни ты будешь следовать? У нас получается есть опять шесть интересных выборов, скажем так. Это империя, удел, семья, дело, ты сам и против закона. Ну смотрите. Империя, я пока не понимаю, зачем это все нужно. Удел явно нет, потому что мы хотим перейти в новый для себя. В новый для себя удел. Семья, ну это клево, конечно. Это клево, возможно семья. В тот раз была точно семья, потому что мы были детьми. Дело. Дело. Ну пока дело не понимаю, ты сам. И против закона. Я думаю, что семья. Мы опять выберем семью. Свист стали. Меч младшего проносится мимо над твоей головой. Ты еще не заслужил окончательной кары. Закон требует, чтобы ты продолжал свою жизнь. Твоя форма, как и форма твоего земного мира, еще не нарушена до конца. Младший указывает тебе путь своей исполинской рукой. Ты должен идти дальше. Тропа ведет тебя к верхушке, раскинувшейся в белом сиянии кроны белого древа. Ты у самих ветвей. Пора спускаться. Тебя тянет вниз, в темноту. Тени, исчезнувшие в ослепительном сиянии, вновь подбираются, окутывают тебя. Это закономерно. Но очищение, ясность духа, пока все еще с тобой. Что-то распирает твое горло изнутри. Воздух. Он царапает внутренности. Твою душу вновь наполняет борьба, противоречия. Из них соткан этот мир, и ты сам. Божественный свет, что давал тебе ясность взора, меркнет с каждым мгновением. Приходится открыть глаза. Над тобой темный потолок гробницы. Ты рожден заново. Ай, вторая смерть. Ты заново ощущаешь свое тело, руки, ноги и голову. Повинуясь воле, которая сильнее твоей, свет вокруг тебя гаснет. Ты возвращаешься в мир. Таков закон близнецов. Пока не настало время твоей истинной смерти, ты будешь возвращаться к жизни, где у тебя есть тело, а вместе с ним боль, страдания, наслаждение. Неприятный влажный запах. Ты открываешь глаза. В полумраке гробницы видны фигуры матери и отца. Они в полголоса о чем-то говорят. Твой вздох обрывает их разговоры. Матушка бросается обнимать тебя. Отец набрасывает на тебя свой плащ. Не говори ни слова. Не говоря ни слова, они ведут тебя из гробницы домой. Сын, с тобой случилось ужасное. Ты погиб под копытами тех лошадей. Никогда больше не позволяй себе такую неосторожность. Боги дали тебе твои жизни. Не для того, чтобы разбрасываться этим бесценным даром. Мы бы наказали тебя, если бы это уже не сделали близнецы. Ты дрожишь и делаешь шаги с трудом, заново привыкая к своему телу. Оно необыкновенно гладкое, свежее. Даже исчезли недавние царапинные шрамы. Только на левой руке добавилась черная полоса. Отметена от малой смерти под копытами лошадей. Помни, что милостью близнецов всем отведен свой срок на этой земле. Если человек умирает раньше назначенного срока, это будет лишь малая смерть. Три раза каждый может испытать судьбу. Только четвертая смерть станет последней для любого. Утратив одну из здорованных тебе жизней, это тяжелый удар. Но боги велят нам не скорбеть об этом. Поэтому все мы смиренно примем то, что случилось. Видишь, и тело твое переродилось заново. Даже следов от этого ужасного случая не останется. Не о чем скорбеть, сын. Лучше поблагодари богов за их справедливость. Помалкивай о том, что с тобой случилось. И даже не вздумай дальше играть рядом с мостовой, если не хочешь раньше срока покинуть наш мир. Ой, хорошо, не зря взял чай. Позвольте мне еще сделать глоточек. Жена белла. На следующий день ты с опаской выходишь во двор. Тебя окружают соседские дети. Все они видели, как тебя растаптывают кони. И теперь наперебой спрашивают. Каково это, умереть? От надоедливых расспросов тебя спасает Томас. Он расталкивает собравшихся, обнимает тебя и хлопает по спине. Ой, как это мило. Ну ты даешь, дружище! Не пожалел целой жизни, чтобы девочка успела отскочить. А вот и сама Софья. Она смущенно стоит неподалеку, не решаясь подойти к тебе. Затем она все же набирается храбрости. Делает к тебе шаг и начинает быстро говорить. Фрололо, зачем ты бросился на коней? Разве одна моя жизнь дороже твоей? Ты не должен был из-за этого умирать. Это все эти всадники виноваты. Вот кто заслуживает смерти, а не ты. Ну какой нахрен плюс один? Там плюс пять должно быть. О чем твоя соседка по улице? Ну ладно, это я, наверное, такой прям вредный. Ну, я вообще целовать себя бы стал. Ну, на месте Софьи, конечно. Голос Софьи срывается. Она вдруг замолкает и убегает в свой двор. Тебя остается только проводить ее взглядом. Издали видны только золотистые отблески солнца в ее тугих косах. Ну, что могу сказать? Ну, во-первых, мы кое-чего, кое-чего, ну, прям получили. Да, во-первых, у нас... Давайте сверху пойдем. Мы получили плюс один благородство. Находчивость. Плюс один. Духовность. Плюс один. Неплохо. Запас сил минус пять и умерли дважды. Вот это не прикольно. Да. Будем... Будем играть дальше. Событие произошло. Запасил больше равен нулю. Спасти Софью. Ты спасаешь соседскую девочку Софью от малой смерти. Лады. Лады, дорогие. Что же будет нас ждать дальше? Вот это был год. Вот это, значит, в 1127 мы умерли. И прожили еще один год. Спасибо. Живыми. Год 1128. Восьмой. Осень. Недра и порох. После сла... После страшного случая с конями Софья куда-то... Камон, вы что, мы спасли ее. Мы должны были стать мужем и женой. У нас должно быть много детей. Мы свою жизнь отдали родить девчонке. По рассказам ее подружек, родители отдали девочку в услужение какому-то богатому дворянскому роду. Вы так и не видели друг друга с того самого дня. Но глаза Софьи, в которых сияет солнце, врезались в память надолго. Жизнь неумолимо продолжает свой ход. Тебе 10 лет. Благодаря урокам ты все больше узнаешь о месте, где живешь. Город Анизоти. Древний город имперской провинции Магра. Расположен посреди выжженной пустоши. Земля Магры давным-давно была испепелена заклятием еще во время восстания герцога Чара Мила... Миллонида. С тех пор искусство магии почти пропало. Но опаленная колдовским огнем почва все так же бесплодна. До сих пор по всей провинции с трудом приживаются растения. Дуют злые ветра. Попеременно налетает то жара, то холод. У нас в Тульской области плюс-минус то же самое, только у нас есть азоты Тула, Черм, Мет. Плодородную землю приходится привозить сюда бесконечными обозами. А чтобы было чем расплатиться за пищу и чернозем, города Магры вынуждены были обрасти промыслами. Главным образом шахтами и карьерами. В них добывают металл и камень. Осенью в карьере за городом раздается грохот и провалился... И повалил густой дым. Сперва это напугало горожан. Но грохот стал повторяться каждый день. Со временем все к этому привыкли. Отец рассказал тебе, что это работники шахт используют новое изобретение. Порох. С его помощью можно быстрее добраться до глубоко залегающих пород. Однажды город сотрясет окружай... Однажды город сотрясает оглушительный взрыв. На дома опускается черное облако дыма. Из домов никто не выходит. Все сидят за плотно закрытыми ставнями. Дышать невозможно. Натан то и дело заходится кашлем. Вы с Глорией терпите иногда, украдкой покашливая в руках. Лишь бы матушка не услышала. А то заставит дышать над равяными отварами, как Натана. Спустя пару дней дым рассеивается. И снова можно выбраться на улицу повидать друзей. Томасу не терпится рассказать, что он знает о случившемся. Знаешь, сколько обгоревших людей в городской храм принесли? Мне мать рассказала, она там помогала лекарям. Слухов ходит много. Кто-то говорит о пробудившемся чудовище. Кто-то утверждает, что всему виной уцелевшие маги, чья проклятая сила до сих пор угрожает порядку в империи. Но ты терпеливо дожидаешься, когда дома появится отец, чтобы расспросить его об этом бедствии. Отец же день и ночь пропадает на службе в префектуре. Матушка целыми днями молится. Спустя неделю отец наконец приходит домой. Он страшно вымытан. За ужином ты только осторожно спрашиваешь, что стряслось за городом. Отец поднимает уставшее, посеревшее лицо и начинает вещать, будто сквозь тебя. В шахте за городом пытались добраться до руды. Случился взрыв. Шахта обрушилась. И из нее повалил этот черный дым. Погибло много работников. А все из-за того, что владелец шахт, граф Эль Веласко, поторопился с началом добычи. Некоторые из погибших так и не возродились. Видно, настал срок, отведенный им близнецами. Префектура завалена жалобами семей, потерявших кормильцев. Все просят помощь у судей. А еще из-за дыма у многих горожан погиб домашний скот. Ух, фига. Граф Эль Веласко говорит всем, что в бедстве виновен порох. Префектура и газетчики ему вторят. Но всему виной обыкновенная жадность и произвол дворян. Почему же благополучие нашей провинции всегда приходится платить жизнями простолюдинов? Отец также внезапно замолкает. Ты же еще несколько дней не прекращаешь об этом думать. Неужели человеческой жизни так легко оборваться? Воле случая. И погибший падает в семейный склеп или храм с новой черной отметиной на руке? Или остается лежать на месте? Мертвый. Не способный больше воскреснуть? Никогда. Что такое достаток магры? О! Не совсем понимаю, что это такое, если честно. Это, наверное, именно про наш город, да? Я так сейчас понимаю. То есть это магра. То есть мы становимся более зажиточными, как город. Но вот это наше спокойствие становится все меньше. Окей. Я вот этого просто не видел. Вау! Приезд Стефана! За бедом отец строго наказывает тебе вечером быть дома и приготовиться к встрече гостей. Сегодня к ужину из пансиона вернется твой старший брат Стефан. Он прибудет вместе с дедом Грегором Бранте и одним из благородных друзей нашей семьи. Приезд Стефана волнует тебя. Ты уже несколько лет не видел старшего брата. Как он изменился вдали от дома? Ты с нетерпением ждешь гостей вместе с отцом. Звенит колокольчик. На пороге трое. Первым заходит, конечно же, дед. Он не изменился с последнего визита. Все так же презрительно оглядывает дом в поисках, к чему бы придираться. Вслед за дедом входит статный юноша в расшидом серебряном камзоле. Ты едва узнаешь у него брата. Стефан скользит взглядом по твоему поношенному платью и грязным ногтям. Усмехается. Последний гость. Обходительный господин с усталым лицом и цепким взглядом. О нем ты много слышал от отца и деда. Это барон Эгюстен Эльборн, дядя Стефана и друг вашей семьи. А еще он начальник твоего отца, верховный судья провинции Префект. Господин Эльборн с легкой улыбкой протягивает тебе руку. Это, полагаю, ваш средний сын Фрололо? У вас глаза отца, молодой человек. Отец легко кланяется деду и Эльборну. Когда доходит черед Стефана, повисает молчание. Отец делает неловкое движение к твоему брату, желая обнять. Стефан вопросительно смотрит на деда. Тот едва заметно качает головой. Дворянам не пристало проявлять свои чувства друг к другу, прилюдно, отец, даже после долгой разлуки. Вместо объятий Стефан сдержанно кланяется. Отец с каменным лицом отвечает ему тем же. Вы проходите в гостиную. Эльборн идет первым. Он слыт руки матушки и глории. Треплет по волосам прячущегося у стола Натана. Дед мрачно кивает в сторону женщин. Приветствую вас, Лидия Бранте. Вы были добры ко мне, когда я был ребенком. А ты должно быть Натан. Когда вы в последний раз виделись, ты еще едва ходил. С Глорией твой брат вовсе не здоровается. Вы чинно проходите в столовую и рассаживаетесь. Запах блюд восхитительный. Но он лишь отъясняет гнетущее напряжение за столом. Только с лица Эльборна не сходит дружелюбная улыбка. Лидия. Стол выглядит восхитительно. Вы сами подбирали блюда к ужину. У вас утонченный вкус. Я рад, что первые годы жизни Стефан провел с вами. Женское тепло полезно ребенку любого происхождения. Ты застываешь, не донося вилку до рта. От дворянина меча можно было ожидать чего угодно, но не похвалы в сторону простолюдинки. Ты украткой смотришь на деда. Он словно поперхнулся. Моему внуку гораздо полезнее было находиться в пансионе. Среди равных себе. Полно вам, Грегор. Семейное воспитание не менее важно. Материнское тепло не заменить. Моя покойная сестра, к сожалению, не могла подарить его Стефану. Разве плохо, что Стефан был внутри семьи, окруженной любовью. К тому же, он был все эти годы рядом с отцом. Отцовский пример лучший. Ведь Роберт заслужил судейское звание вслед за вами. И внук пойдет по вашим стопам. Кто знает, может и младшие юноши Брандта не останутся в стороне. КРИВОРУКОЕ ОТРЕБЬЕ Все вздрагивают от неожиданности. Дед багровеет и яростно смотрит на служанку с кувшином в руках. По новому камзолу Стефана расползается обширное пятно от вина. Пошла прочь с глаз! Служанка убегает, оставив кувшин на столике у двери. За столом повисает молчание. Наконец Эльборн снова улыбается. Неужели слуги покинули нас в самое разгороженное? Любезный дядя, не волнуйтесь. За этим столом полно черни, которое может подать нам напитки и блюда. Стефан через стол в упор смотрит на сидящую рядом с тобой Глорию. Она съеживается под его взглядом. Отец хмурится. Матушка подносит дрожащие руки к губам. Дед усмехается. Стефан несвоит глаз Глории. Молчание затягивается. Глория встает со своего места. Если так угодно, господам Бранте, ты сжимаешь под столом кулаки. Как можно так позорить семью, мать, сестру? Это все влияние деда. Ведь Стефан без его дозволения даже обнять отца не может. С другой стороны, они дворяне и в своем праве. Может ли этот ужин стать еще невыносимей? И, короче, есть три варианта. Оскорбить брата. Ты дерзко выступаешь против Стефана. Можно поддержать беседу. Ты стараешься вернуть всех к разговору, будто ничего не случилось. И встать на сторону Глории. Блин. Ну дед нас точно не любит. Точно не любит. Точно не любит. Да какая нам нахрен разница, честно, на деда? С каждым разом все меньше у меня тепла к деду и к брату. Дом Бранте. А где посмотреть? Алло. Ааа. То есть теперь... То есть теперь у нас... Вот, подожди. Вот семья наша, да? То есть вот Глория, с которой у нас еще... У нас равнодушие. Стефан тоже равнодушие. Тут симпатия. Ааа, тут две кнопочки есть. Все, все, все. Теперь я понял. А тут... А, это сразу возвращает нас. Томас, Софья. Угу. Угу. Хорошо. Теперь мы знаем чуть-чуть больше. Провинция. Вот этого я вообще не видел. Алло. Это вот именно про наш город. Да? Ммм. Вот это да. Вот это да. Это вот, значит, герцог Меланит. Великий герцог. Это кто главный? И патриарх Фома. Круто. Ничего себе. А мы-то где? Вот, Аркния. Ну, тут получается, да? Нет, вот они зоди. Это вот мы здесь находимся. Фига тут городище, если честно. То есть тут прям есть где разгуляться. Так, ну оскорбить брата я точно бы не стал. Но я бы поддержал беседу. Глория одеревеневшими руками берет кувшин с вином и разливает по бокалам. Ты отворачиваешься от сестры, чтобы не глядеть в ее сторону. Ты спрашиваешь у Эльборна, как же и тебе внести свой вклад в наследие рода. Эльборн с облегчением поворачивается к тебе. Забота о семье говорит о вашем благородном нраве. Все просто, юноша. Вам стоит всегда помнить о том, что вы бранты. У вашей семьи свой путь. Вы учитесь на судью и идите по стопам вашего отца и деда. Весь вечер ты отводишь взгляд от прислуживающей за столом Глории, расспрашивая о жизни и долгий дворян. Эльборн рассуждает, что дворянин всегда помнят о чести. Но и над честью стоит имперский закон. Равенство между сословиями, разумеется, невозможно. Но внутри сословия законы должны главенствовать над людьми. Не все рассуждения префекта тебе понятны, но его ум впечатляет. Ужин заканчивается. Глория уносит последнюю тарелку и тихо скрывается из гостиной. Эльборн с теплотой прощается со всей семьей. Дед и Стефан продолжают вести себя высокомерно. Но видно, что оба довольны. Чем же именно? Самим ужином или унижением Глории? Ой, здесь я там плюс. Такое себя. Ну ладно, это тоже плюс. Ты ложишься спать. Из соседней комнаты до тебя доносятся всхлипы. Сестры. Благородство. Ой, вот это хорошо, вот это добро. Ну, соответственно, с Глорией явно. А, не, слушай. А с Глорией-то? Более-менее. 11 лет. ПЛОТОК НА МОСТОВОЙ Из пустоши на город дует сухой жаркий ветер. Благородные жители Анизотти предпочитают не покидать своих покоев. Простолюдины стараются держаться в тени белого древа и за навесами. Тебя отправили в серебряный квартал с поручением. Отнести письмо от отца знакомому дворянину. За компанию ты захватил с собой и соседа Томаса, с которым вы уже неразлучны. Поручение не заняло много времени. И вы заодно решили поглядеть на жизнь благородного квартала Анизотти. И вот, ты и твой закадычный друг у старого фонтана посреди площади уселись на древней кладке. Крона белого древа ласково накрывает вас своей тенью. Томас лениво развалился на кромке фонтана. Простым мещанам вроде нас приходится туго. Или пашешь, не разгибаясь у мастерской, а потом надеешься, что кто-то купит твой товар. Либо прислуживаешь дворянам. Никакой возможности жить и радоваться. Ты напоминаешь, что такого ваш удел. Терпеть, работать и страдать. Томас машет на тебя рукой. Знаю я. Мать мне уже все уши этим прожужжала. Мол, мы смиряемся. Наша сила в упорстве. Вот я упорно хочу заработать состояние. Чем тебе неисполнение удела? Но с уделами не все так просто. Вот ты, Бранте, родился у дворянина. Хоть и не потомственного. Глянь на свои руки. Ты никогда не трудился так, как я. А так-то у нас один удел. Мы должны страдать одинаково. Или вот твой отец судья. Корпит день деньской над делами в префектуре. А ведь дворянин же. Вот не видал, чтобы так усердно работали? Хоть один аркн. Ты пожимаешь плечами. Аркны же не люди. Это другой народ. В книгах сказано, что они рождены править людьми. Аркн не может быть из простых. Они всегда дворяне меча по праву рождения. Именно аркны и создали империю, подчинив себе племена и княжество людей на всем материке. Вы, люди, никогда не будете равны им. Аркны лучше вас, умнее и сильнее. Их голубая кожа сияет светом благородства. Конечно, если верить картинкам из книг. Сам-то никогда не видел аркна даже издали. Ваш ленивый спор вдруг обрывает дюжий гвардеец в черном и зеленом. Он отгоняет вас подальше от фонтана. Не место тут черни прохлаждаться. Цок от копыт. Стук колес о мостовую. Изумрудные гербы с черной змеей на флажках заставляют тебя поежиться. Герцогский рот мелоднидов. Из кареты выходит юная госпожа в роскошном платье. От нее невозможно отвезти взл... Какая красивая картинка! От нее невозможно отвезти глаз. Черные волосы не спадают на чуть открытые плечи. Тонкая прямая фигура. Пухлые губы. Аккуратные носы черные, как ночь глаза. Плавные, грациозные движения. И самое поразительное. Небесно-голубой оттенок ее кожи. Она похожа на ожившее произведение искусства. Аркнийка. Освободите мне путь. Гвардейцы меланинов быстро расчищают аркнийской даме дорогу к фонтану. Блики палящего солнца играют на голубой коже причудливыми узорами. Изящным движением она достает платок, склоняется у фонтана и промакивает лоб и шею. Луи, ну, да это же Октавия Меланит. Дочка нашего герцога. Блин, ну кого мы теперь? Вот нам либо за Софью, за простую людинку, либо за Меланитой вот этой вот. Ну, давай что-нибудь придумаем. Когда Аркнийка чинно поворачивается обратно к карете, что-то выскальзывает из ее рук и падает на мостовую недалеко от тебя. Платок. Платок оказался прямо у твоих ног. Он выткан из дорогой ткани с воздушными изумрудными кружевами. Сердце замирает. Обратишь ли ты на себя внимание прекрасной Аркнийки? Или пропасть между вами слишком велика? Есть вариант вернуть платок. Второе, это спрятать добычу. И оставить платок на память. Ой, слушай, ну... Это прямо интересненько. Так, а что у нас вообще пометилось? Ну, дай-ка судьбу посмотрю. Значит, дела сердечные. Познакомиться с девушкой. Открытие двери. Но у нас это не выйдет. А что-то еще было, если я не ошибаюсь? А, вот Тайна Глории. Позор Стефана. Река крови. Наставление Натана. Так, то есть, вариантов, на самом деле, тут не очень. Ну, то есть, из того, что я бы хотел зацепить, у нас вроде ничего нет. Но вот мне всегда нравятся вот эти вещи, которые открываются. А почему? Ах, запас сил. То есть... Всегда, где есть запас сил, мы знаем точно одно. То, что у нас его станет меньше. Этих сил. Ой, какой мой красавчик. Фрололу Бранта. Оставить платок себе на память. Пока госпожа Октавия удаляется, ты внимательно смотришь ей вслед. И ее тонкая фигура будто плывет над мостовой. Ты следишь, как движутся ее руки. Как легкий ветер развивает ее волосы. Она изящно всаживается в экипаж, оперевшись на плечо одного из стражей. Платок мягкий. Он будто греет твою ладонь. Аккуратно складываешь его в карман. Экипаж удаляется. Глухо суча о камне мостовой. Раньше герцогский рот меланинов означал для тебя лишь равнодушную жестокость. Но теперь в кармане лежит доказательство, что еще им присуща красота. И получили запас сил аж десяточку. Вот это приятно. Еще годик. Еще плюс годик. Ой, хорошо. Год 1130. Весна. Указ о кворумах. Тебе уже 12 лет. Этой весной тебе запомнится один очень важный разговор. Матушка отправляет всех домашних спать. Ты проходишь мимо кабинета отца. Оттуда доносятся голоса. Дед кричит на отца. Отец ему негромко отвечает. Старшие Бранта спорят о положении простого сословия в городе. Ты тихонько, чтобы матушка не заметила, проскальзываешь наружу. И прячешься у старого окна отцовского кабинета. Вдруг прозвучит и твое имя. Этот идиот. Простолюдин посмел прийти ко мне и просить меня об услуге. Так, не пух получился. Этот идиот. Простолюдин. Посмел прийти ко мне. И просить меня об услуге. Внаглую. Напрямую. Он подумал, что я поддержу его притязания на место председателя в малом кворуме. Как он посмел? Отец, послушай. Стадо овец, которым нужна крепкая дворянская рука. Я столько сил потратил на то, чтобы закон о малых кворумах не был принят. Но проклятый Корнели Темпест сделал все, чтобы император подписал эту жалкую бумажку. И теперь даже простолюдинам дали власть. Настоящую власть, Роберт. Это всего лишь возможность обсуждать размер герцовского налога. Не более того. Это начало. А что дальше? Начнут давать им в руки низкого сословия оружие? Позволять им судить? Если империя отвергнет традицию удела, она развалится на части. Да кому я это говорю? Она уже разваливается. И ты, мой сын, мой наследник, тому пример. Прошу тебя, отец. Я не намерюсь жениться в третий раз. Лидия послушная и хорошая мать к моим детям. И если бы ты ей позволил... Ничего не позволю. Ни твоей прихожанке. А приживалке. Ни Эгмонту, чтобы потом жить по законам низкорожденных. Я вижу, к чему все идет. И я вскоре сам себя проткну шпагой, чем буду жить в стране, где дворянин и простолюдин равны в правах. Все, о чем я мечтал. И увидеть фамилию Бранте в синей книге. Но моя мечта не сбудется. Ко мне никогда не обратятся достопочтимы... Достопочтимы... Досточтимый господин Эль Бранте. А всему виной твой брак. Одна лишь надежда. Услышать это обращение в адрес Стефана. Хвала близнецам. Я не позволил тебе загубить мальчика. Он растет настоящим дворянином. Его дети будут Эль Бранте. У тебя еще есть два внука. Эти мягкотелые мещанские сосунки... Они ни на что не способны. В лучшем случае средне добьется дворянством Мантии, если сумеет пролезть в имперский университет. Хоть у меня и большие сомнения на его счет. А на твоего пришибленного младшего я бы совсем не надеялся. Ты слышишь тяжелые шаги деда. Стухи в отрости, захлопнувшуюся дверь. Пора возвращаться внутрь, пока тебя не заметили. А что за власть? Еще раз. Текущий расклад сил в борьбе за власть в провинции Магра. Древний род, власть террора. Ага, все понятно. Все окей. Я понимаю, о чем разговор. Наверное. Учеба в школе. Год 1130. Ты приступил к обучению в школе господина Тибора. И начал осваивать науки. Ну, теперь мы, короче, в школу ходим. Буря ожиданий. Учителя перестали приходить на дом. Не успел ты облегченно вздохнуть и отложить в сторону книги, когда тебя вызвал в свой кабинет отец. Ну что, сын, ты вырос. Пора продолжать обучение вне дома. Я выбрал для тебя достойное заведение. Школу господина Тибора. Там учатся и дворянские сыновья, и дети мещан, и с тех, кто побогаче. Но это не дворянский пансионат, конечно. Вечером будешь возвращаться домой. Ты делишься новостью с загадычным другом Томасом. Школу господина Тибора, говоришь? Попрошу и я родителей, чтобы отдали меня туда, как только денег скопят. Отец говорит, его мастерская 6 лет только на мою учебу и пахала. Школа расположилась в старинном особняке аркнийской постройки. Под сводами залов с массивными скамьями гулко звучат голоса преподавателей и прилежно скрипят перья. Исторические даты, тонкости имперских законов, богословские трактаты. Порядки здесь строгие, занятия изнурительные. Беспокоенный Томас вечно отвлекается, за что уже несколько раз получил палкой по рукам. Каждый учитель ждет от вас идеального знания по своему предмету. Отец ежедневно расспрашивает тебя об успехах в обучении. Ты уже дважды пересказал ему историю присоединения провинции Магра к империи. В подробностях объяснил различия между судами чести для дворян и гражданскими судами в городской префектуре. Но отец требует от тебя все большего усердия. Матушка же не отпускает тебя спать, пока ты не прочтешь ей новую заученную молитву. И каждое утро, отправляясь на учебу, ты обещаешь матери вести себя в большом мире смиренно, не совершая дерзостей и выходок. Ты по-прежнему несешь в себе удел простого сословия, труд и страдания. Учителя объяснили, что в конце первого месяца учебы будет проведена экзаменация. Будут определены лучшие и худшие ученики по каждому из предметов. Отец настаивает. Если собираешься идти по его стопам, нужно потратить все время на изучение права и истории. Но беседы с матушкой рождают в тебе мысли, что тебе может оказаться ближе богословия. Ты часто воспоминаешь свои детские откровения и соприкосновения с божественными. До экзаменации день. Ты заперся в своей комнате. Уже вечереет. Ты устала, глядишь на книги. От одного вида кожаных крышков тебя мутит. На столе твои записи. Чтобы пройти экзамен, надо прочесть все еще раз. Хотя бы по одному из предметов. Тебе не дает покоя беда, в которую накануне угодил Томас. Твой друг повздорил с мальчишками с соседней улицы. Они услышали про вашу крепость из досок и тут же завопили, что простолюдинам нельзя строить военное укрепление. Пообещали, что нынче же вечером пойдут ее ломать. Томас заявил, что будет защищать деревянную крепость до последнего. Бросить книги и уйти на помощь другу? Но в комнату тихонько стучится младший брат Натан. Робко встает на пороге и молчит. С ним такое часто бывает. Если не начать разговор самому, он так и не вымолвит ни слова, а то и убежит. Но брат все-таки заговаривает. Ты закрылся тут? Тебе плохо, Фрололо? Я смогу тебе помочь? Голова идет кругом. До школьной экзаменации остался только этот вечер. Если провалиться, семья будет тобой крайне недовольна. Нужно успеть повторить право или богословие. Тем временем, Томас и ваша крепость в беде, как не вовремя. От мысли об этом зубы скрипят от злости. А у порога сопит Натан, изо всех сил стараясь не мешать. Младший брат зачем-то неловко протягивает тебе руку помощи. Примешь ли ты ее? Ооо, значит, какие варианты есть, да? Типа Дом Брандт, семья, отношения. Не, не карты империи. Где, 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 где? Нет, не личность. Вот, духовность, да? Ой, тут у меня Луна, значит, забирается. Там такая красивая киса. Кис, Луна, ну что? Она просто сидит в углу и на меня смотрит, короче. Окей. Значит, смотрите, какие есть варианты. Есть духовный. Вот я не знаю, насколько духовенство здесь крутое. И вообще, стоит ли быть духовно настроенным в этом направлении, я имею в виду. Что-то нас определенно ведет. В любом случае, вообще, я даже в этом не сомневаюсь. Если честно, мне... Так. Судьба. Дела сердечные, откровения. Наставление наатана. Короче. Ой, как это все... Там не... То есть у нас и с благородством, так себе, и с духовностью. Вот кем бы я хотел быть в этом странном мире? Короче, у нас есть прям путь такой, как бы, да? Путь идти по стопам отца и деда. Потом, скажем так, путь матери. Хотя она, конечно, просто людинка. Она никакого отношения не имеет к духовенству. Это провести время с братом и, видимо, завалить все. И еще и пойти на помощь Томасу. Я думаю, это что-то откроет, но... Не уверен. Я не уверен. То есть... В данном случае я бы как раз помощь Томасу вообще бы убрал из вариантов. Потому что мы можем отстроить заново. Камон. То есть я не вижу в этом никакой проблемы. Мы просто можем это все отстроить. По поводу уделить время наатану и принять ее помощь. Его помощь. Не понимаю вообще, о чем идет речь. Итого, итого. У нас есть два выбора. Либо сосредоточиться на праве истории. Либо изучать богословие. Давай изучать провинцию. Власть наместника. Вообще даже вот я, если честно, вот на этом моменте я пока даже не понимаю, про что идет разговор. То есть настолько... Настолько много интересного, что я даже не понимаю, куда идти. Куда идти. Давайте посмотрим, что там еще было. Ты заперся в комнате. Ты устал, глядишь на книги. Ой, ну вот я прочел. И пока вообще не понимаю, про что все-таки разговор идет. Ну, как я думаю, если мы сейчас пойдем учиться, тогда мы можем вот в сторону наместника идти. Или в сторону патриарха. Как по мне, как мне кажется, гораздо интереснее патриарх. Изучать богословие. Как мне кажется. Ты выставляешь Натана из комнаты. Никак он тебе не поможет. Ведь ты готовишься к экзамену. Сам с головой уходишь в богословские трактаты. Имена святых и подвижников. Умозрительные понятия плывут перед глазами. Изнуренной учебой ты засыпаешь прямо над книгами. Мать будет тебя и ласково отправляет в постель. Еле проснувшись с утра, ты добираешься до грозного здания школы. Ученики в трепете прижались к скамьям. Предмет за предметом. Ответ за ответом. Историю права ты отвечаешь в среднем, путаясь в тонкостях имперских законов и датах. Чувство, что этот день никогда не закончится. И вот он, экзамен по богословию, как назло, поставлен последним. Неожиданно для самого себя ты складно отвечаешь на все вопросы учителя-священника. Пересказываешь разные трактовки, трактовки удела духовенства, наставлять остальные сословия видными богословами. Что я прочел так что? Пересказываешь разные трактовки удела духовенства, наставлять остальные сословия видными богословами. Приводишь примеры из молитв и житий святых, которые читала еще с матушкой. Ты получаешь высшую оценку. Придя домой, ты радостно рассказываешь матушке, что справился с экзаменом по богословию. Она глядит, она гладит тебя по голове и советует рассказать отцу, как проявил себя в истории и праве. Оп, я про это и говорю, ищущий уже. Я надеюсь, что с папой мы не рассоримся, если честно. Так, учеба продолжается. Короче, с папой поговорили, видимо, даже не поговорили с папой. На уроках имперского права ты, наконец, усваиваешь, что даже внутри дворянского сословия есть своя иерархия. По немогу проявляется разница между положением твоего отца, более знатных дворян из людского рода и аркнов. Вооруженный новыми знаниями, ты возвращаешься домой. После ужина отец, как всегда, спрашивает тебя о делах в школе. И чем же отличаются дворяне мантии от дворян меча? Фрололо. Ты уверенно отвечаешь. Дворянство меча передается по наследству. Это знатнейшие люди империи после аркнов. Они владеют землей и поместьями, занимают самые высокие посты. Имена их родов хранит Великая Синяя Книга. Даровать такой титул может только владыка провинции или сам император. А как следует обращаться к таким господам? Ты отвечаешь добавлять к их имени почетное Эль. К примеру, господин Агюстин Эльборн. Отец одобрительно хлопает тебя по плечу. А что же ты узнал об аркнах и их положении? Аркны выше любой знати. Рожденные аркном всегда будут править нежестоящими людьми, каков бы ни был их титул. Сами аркны не нуждаются в почетной приставке Эль, потому что их древние фамилии обязаны знать каждый. Отец невесело кивает. Да, нам не стать равным им. Даже не вздумайте против воли аркна. Никогда. А какой знать и принадлежим я и твой дед? Это просто дворянам мантии. Этот титул не передается по наследству. Зато его может добиться даже простолюдин, если будет доблестно служить империи в рядах легиона или на посту чиновника. Отец вдруг затихает и внимательно смотрит тебе в глаза. Да, и ты тоже обязательно добьешься дворянского звания, сын, в свое время. Дворянские дети. Так, то есть у нас не было ничего... То есть у нас был выбор такой положительный, ну строго положительный, потому что несмотря на то, что мы не пошли помогать Томасу и не выучили достаточную историю и право, мы нам все равно не сделали минусика никуда. Дворянские дети. Среди учеников господина Тибора, как отпрыски дворян мантии, так и дети низкого звания, ни дня не проходят, чтобы первые не нашли повод задеть вторых и показать свое превосходство. Возглавляет их обычно заносчивый грубиян по имени Дидерек, сын секретаря имперской канцелярии. Тебя дворянские дети не трогают, знают, что твой отец тоже благородный. Излюбленный целью насмешек Дидерека и его свиты быстро становится Томас. Сколько бы ты не убеждал друга не обращать внимания на подколы, Томас все равно раз за разом злится и огрызается, вызывая у дворянских детей довольный смех. Утро. Ученики стекаются в зал в ожидании начала занятий. Завидев Томаса, ты машешь ему рукой и зовешь сесть на одну скамью. Твой друг поднимает руку в заветном приветствии, и тут его окатывает помоями из ведра. Дидерек со своей свитой, кто ж еще? Знакомый скрипучий смех, сын портного плохо пахнет. Пусть сидит подальше от приличных господ. Томас сжимает кулаки. Конец тебе, Дидерек! Ой, вот это вот нехорошо. Мы уже знаем, что драться тут вообще не стоит. Ну ладно. Томас воинственно бросается на дворянских детей, обступивших своего предводителя. Однако те только этого и ждали. Томас первый на них напал. Ему не дают сделать и шага, хватает сразу вчетвером. Дидерек ухмыляется и пинает твоего друга под дых. Томас шумом глотает воздух и начинает кашлять. В момент, когда Дидерек заносит ногу для второго пинка, между ним и Томасом встаешь ты. Главарь дворянских детей чуть приподнимает брови. Почему это ты вообще якшаешься с простолюдинами? Ведь ты сын дворянина мантии. Дружить стоит с равными себе, а не с грязью подошв. За твоей спиной четверо держат яростно врывающегося Томаса. Остальные ученики замерли, следят за вами в страхе. Нахальный Дидерек протягивает тебе руку, ожидая, что ты ее пожмешь. Как поступишь? Я что-то не понимаю. Значит, смотри, какие есть варианты. Вызвать Дидерека на схватку. Выдать Дидерека учителям. Увещевать дворянских детей. Дети дворян мантии пока еще тоже несут удел простого сословия. И пожать Дидереку руку. Я вот это вообще не понимаю, что это за балалайка. А зачем ему жать вообще? Еще раз. У нас личность, ну, мы типа благородные и все такое. Угу. Так, давайте еще раз смотреть. Ну, жать... Если мы пожмем руку, скорее всего, да, мы будем дружить с этими ребятами. Там отношения с кем есть. Готовится стать имперским легионером. Вот этот хрен. Выдать Дидереку учителям и его свиту. Блин, а сейчас я теперь не вижу, что это плохой ответ, если честно. Слове. Пожать Дидереку руку. На глазах свиты Дидерека, Томаса и всей школы ты отвечаешь на рукопожатие головы дворянских детей. Есть правота в словах Дидерека. Вы все-таки оба из благородных семей. Вводить дружбу с такими, как он, пойдет на пользу твоему имени и положению отца. Рука у сына секретаря холодная и вялая. Томас кривится при виде вашего рукопожатия. Дидерек довольно улыбается, добившись своего. Он дает своей свите знак отпустить твоего друга. Томас поднимается с колен, смотрит прямо на тебя и качает головой. На его лице разочарование. Я тебя об этом не просил, фрололо. Тьфу на тебя. Остаток дня Томас избегает твоей компании. Сразу после занятий он быстро сгребает вещи и уходит домой. Вечер ты проводишь компанию Дидерека и его свиты. Дворянские дети на проверку оказываются не такими уж гадкими. Становится ясно. Они просто боятся за свое положение и стараются вести себя так, чтобы никто не спутал их с простолюдинами. Сам Дидерек поражает своей глупостью и хвастовством. Но почему он у них за главного? Тоже ясно. Он самый наглый, самоуверенный. Однако ты всегда держишь в уме, зачем тебе это знакомство. Так, Луна. Опа, иди ко мне, иди ко мне. Опа! Опа. Вот. Она, короче, ей очень нравится играться. Особенно вот сейчас. Я ее держу, она кусает, она лижет. Она лижет и кусает. Лун. Будем играть вместе? У меня пока есть борода, я могу ее немножко потискать. Так, дорогая. Мы тут с людьми, с людьми проходим дальше. Так, что у нас тут было-то? Да, тоже ясно. Он самый наглый и самоуверенный. Однако ты всегда держишь в уме, зачем тебе это знакомство. Через несколько дней Дидерик приглашает тебя в гости к своей семье. Ты рассказываешь о приглашении отцу. Ты свел дружбу с сыном секретаря ратуши? Это может выгодно обернуться для нашей семьи. Молодец. Буду тебя сопровождать. В назначенный вечер вы с отцом отправляетесь в квартал ратуши. Особняк секретаря гораздо больше вашего дома и богач обставлен. Перед домом насыпной сад с деревьями. Дидерик важно знакомит вас со своими родителями, с суховатым, лысеющим господином. Твой отец и отец Дидерика до темноты Завинова обсуждают положение дел в Анизотте. Закон о малых кворумах. Политику герцога Меланида. Меланида? Меланида. Новый курс префекта Эльборна. Отец не забывает между делом упомянуть, что приходится родственникам префекту. Ваши родители расстаются на хорошей ноте, обещают, приглашая друг друга на приемы и помогать в делах службы. В экипаже отец пьяно треплет тебя по волосам. Расскажу твоему деду об этом полезном знакомстве. Фрололо, ты молодец, что все устроил. Господин Грегор оценит это по достоинству. Ты делишься с отцом своим стыдом. Почти неделю ты пренебрегал Томасом, своим лучшим другом, ради этого знакомства. Может ли он дать тебе совет, что делать? Для начала попробуй извиниться. Если ваша дружба достаточно крепка, она выдержит это испытание. На следующий день после школы ты догоняешь Томаса. Он, разумеется, отказывается с тобой говорить и быстро идет вперед. Приходится приложить много усилий, чтобы не отставать и при этом поговорить. Ты просишь Томаса не злиться. Ведь дворянские дети угомонились и не будут больше к нему лезть. Описываешь выгоды, которые принесло это знакомство твоей семье. И что Томас для тебя остается другом. А вот с Дидериком дружить противно. Он глупый и хочет только, чтобы им восхищались. Луна? У меня весь компьютер задрожал. Луна, я скоро вернусь. Слушай, ну я вот понимаю, что мы с Луной знакомым уже больше полугода. И когда только начинались наши стримы на канале Фролов может все, она была совсем таким маленьким котеночком, который помещался мне в ладушку. Сейчас. Мне кажется, я даже ее одной рукой не подниму. Ну таки вот. Хочешь посмотреть, с чего все началось? Томас, посмотри прохождение игры с Сириус М4. На последней фразе Томас останавливается. Что там было-то, е-мое. Он глупый, хочешь, чтобы все восхищались. Ага. На последней фразе Томас останавливается. Поворачивается к тебе на его лице. Привычная широкая улыбка. Какой чай же она сделала? Потрясающий. А вот это уже интересно. Бранте рассказывает. И я подумаю, простить тебя или нет. О, это с папкой у нас отношение. Ты рассказываешь Томасу о неделе в компании Дидерика. Вы хохочете и придумываете всем прозвища для дразнилок. Обида Томаса не проходит без следа. Но он перестает сторониться тебя. Эта ссора не уничтожила вашу дружбу. Я так и думал, что будет равнодушие. Репутация. Во-во-во-во-во. И для меня это очень важно. Хорошо. То есть я, в принципе, так и думаю, что она единичку станет меньше. Но, тем не менее, она даст больше плюшек хороших. А репутация и с папкой отношения это вообще здорово. Фух. Белое древо. На уроках богословия часто рассказывают, что ваш город Анизотти не только столица провинции. Это еще и святое. Благословое место. Именно здесь, из крови первых учеников-близнецов, произросло белое древо. Ты видишь его гигантскую седую крону, нависающую над городом каждый день. Но ни разу ты не был у его подножья. И только сегодня вам предстоит первое путешествие к белому древу. Учитель богословия собирает вас на службу в великом храме, раскинувшемся у его корней. Вам, наконец, дадут посмотреть на этот памятник пришествия близнецов вблизи. Все ученики в радостном предвкушении. Вы входите в трущобу храмового квартала Анизотти. Когда выступаете по земле, под ногами чувствуется пульсация... Пульсация? Упульсация притянувшихся повсюду корней. Подножье древа окружено мелкими лачугами и грязными дворами. Здесь ютятся нищие, батраки, проповедники. Жители квартара встречают вашу процессию смиренными поклонами, указывая другу дорогу храму. Несмотря на страшную бедность, они кажутся умиротворенными. Учитель говорит, что это божественная благодать древа, так действует на живущих под его сенью. Это место примирения со своей судьбой и всем миром. Ученики и вправду притихают, прислушиваясь к шелесту кроны и биению корней под ногами. Ветви древа закрывают все небо над вами. Храм близнецов расположился прямо у исполинского ствола, будто тоже врос в дерево. Толпятся паломники в дорожных одеяниях. Нищие, простые, граждане. Мелькают и роскошные наряды дворян. Некоторые посетители храма, сбившись в стайке, о чем-то спорят. Многие бродят, устремив взгляд вверх к ветвям великого древа. Древо поражает своей мощью. От него веет спокойствие. Хочется сесть и подумать, понять о себе что-то. Прикоснуться к белой коре, прислушаться к шороху листьев. Залюбовавшись гребом, ты немного отстаешь от товарищей по школе. Примечаешь небольшую тропинку. Если пойти по ней, окажешься совсем близко к стволу. От толпы паломников отделяет высокая, ржеволосая женщина в поношенной белой рясе. Она не молода, но живое лицо в веснушках делает ее похожей на ребенка. В руках ее книга. Ты видишь паломницу первый раз в жизни, но она смотрит на тебя, словно на давнего друга. Паломница показывает тебя... Паломница подзывает тебя к себе. Говорит свое имя, Матильда. Проповедница из Астинии. Хоть и похвально видеть в юноше чуткость к учению близнецов, говорит проповедница, ты не найдешь дороги к правде под крышей храма. Там тебе заново станут пересказывать ложь об уделах, освященную веками ошибку пророка Изатиса. Хотя каждый, кто даст тебе труд прочесть жизнь близнецов, знает, что в них нет ни слова об уделах. Ее слова поражают тебя. Все, что говорит проповедница, пугающе не похоже ни на рассуждения учителей богословия, ни на слова матушки. Уделая ложь, ты замираешь, не понимая, то ли ввязаться в спорт, то ли расспросить Матильду поподробнее, или она просто сумасшедшая и разумнее всего вернуться к остальным. В этот момент твою руку хватает чья-то маленькая теплая ладошка. Рядом с тобой девушка в бедном, но очень чистом черном платье. Ее волосы убраны под платок, из-под которого выглядывает тонкая светлая прядь. Она чуть постарше тебя. Ее рука тянет тебя прочь от проповедницы в глазах, в коре глазах девушки гнев. Ты недоуменно смотришь на юную незнакомку. От неожиданного прикосновения кровь приливает к шее. Щеки девушки тоже чуть розовеют, но она быстро начинает говорить. Не слушай ее. Это опасный человек. Иди за мной в храм. Только там есть, от тебя откроется истина. Вот зараза. Прикинь, кто в той главе не сделал. Кругом тихий шепот молящихся. Их аккуратные шаги. Та становился меж двух незнакомых фигур. Каждая из них ждет, что ты пойдешь за ней. О ветвях древа над твоей головой шумит ветер. Ветви тянутся к тебе. Охватывает чувство, будто само древо хочет тебя о чем-то поведать. Ну, сумеешь ли ты услышать его голос? Значит, смотрите, какие у нас есть варианты. Первый вариант очень простой. Это... Так, сейчас. Личность, личность, личность. Домбранд. Еще раз. Личность, личность. Угу. Дела сердечные. Вот жалко. Вот жалко, что у нас откровения нет. Вообще, прям, прям, это меня, если честно, даже немножко, немножко пугает. То есть, есть вариант пойти за девушкой в храм. Не понимаю, почему здесь нужны какие-то силы. Можем остаться с паломницей. Можем уйти к дереву. Но открыться откровению мы не сможем, потому что мы в первой главе не получили озарения. Хотя... Хотя мы дошли до этого момента. И очень жаль, что у нас... Вот я бы сейчас точно выбрал бы это. Вот, вообще, стопудово. И что сейчас выбирать, я... До конца не знаю. То есть, здесь нужен запас сил. У нас, по-моему, запасом сил как-то это прям даже все очень неплохо. Очень неплохо. У нас сейчас десяточка. Ну, я хочу остаться с паломницей. Она говорит, мне кажется, дикие вещи, с которыми я чем-то согласен. Ты виновата улыбаешься девушке. Пожимаешь плечами и делаешь шаг к проповеднице. Слишком странные вещи, говорит эта Матильда из Астинии. Чтобы оставить их без внимания. И наверняка вскоре она покинет город. А храм никогда никуда не денется. Тоже верно. Во, слушай. Да, в этом определенно есть хорошая логика. Паломница протягивает тебе книгу. Буквы на переплете гласят. Жития близнецов. Книга такая увесистая, что ты чуть не роняешь ее. Здесь и сейчас ты можешь разве что пролистать ее. Постараться взять из нее хоть какие-то мысли. Негромкий голос Матильда сопровождает переворачивающиеся страницы. Эту книгу написали ученики близнецов, что шли с ним по свету. С ними по свету. Когда боги спустились на землю и понесли веру в мир. Здесь есть много рассказов о чудесах и о сражениях. Есть записанные проповеди близнецов и разговоров с ними. Близнецы упоминают о многих вещах, что стали основами для всех ныне живущих. О судьбе всех живущих на сияющем столпе. О вечной жизни после смерти. О мерзости магии. Но проповедница Матильда обращает твое внимание вот на что. В этой книге нет ни слова об уделах. Как такое может быть? А вот так. Близнецы никогда не говорили о них. Они вообще не оставили за собой никакого учения, кроме своих поступков и своего земного пути. Ты хмуришься. Откуда тогда мы вообще знаем об уделах? Уделы в мир принес Изатис, любимый ученик старшего. Когда люди спросили его, как им жить, он был приближен к богам. Прошел рядом со старшим весь его тяжкий путь до самой его гибели в Этерне. Но Изатис был всего лишь человеком. И в учении Буделых записывал не божественные откровения, а всего лишь свои рассуждения. Во, пошло дело. Это потруднее, чем заучивать молитвы. Если учение Буделых дано людям не богами, а всего лишь их учеником, что это значит для тебя, для каждого человека? Лукаво улыбнувшись, паломница отвечает. Новую веру. Вот что. Ты долго думаешь над ее словами. Белое древо, проросшее когда-то из крови учеников старшего и младшего, шелестит ветвями над твоей головой. Ты продолжаешь думать на пути домой, Пока ложишься спать, выводы твои неуютны. Если странная проповедница права, то ты волен сам трактовать слова близнецов. Выходит ответственность за это, а значит, и за твое посмертие лежит только на тебе? Но кто может знать это наверняка? Кто ты такая вообще, Жанна? Служанка. У-у-у! Ученицы Изатис и нифига себе. Бессонная ночь. Всю жизнь вам говорили ложь? Утром ты механически проговариваешь молитву и слова своего удела. Трудиться, терпеть, страдать. А стоит ли, если уделов нет? Или все же близнецы устами Изатис и явили людям свою волю? И нарушать ее идти против самого мира? Эти вопросы останутся с тобой надолго. Духовность. Во-во-во-во. Я серьезно говорю, я вот пойду по вот этому направлению. Мне нравится эта задумка с духовностью. Ох, значит, тень прошлого. 1131 год, да? Сколько нам лет? Возраст 13 лет. Репутация. Я просто, я тоже это все читаю, потому что информации-то очень много. Очень много отношений. Очень много информации есть. Честно, я прям даже это... Теряюсь во всем этом. Но провинции это нам еще далеко. Ой, красивые люди. Если честно, я прям чувствую, как мне становится тяжело читать. Я совершаю больше ошибок. И от этого мне становится неуютно. Но в любом случае, я считаю, что это прекрасная третья часть. И видео новое. Выйдет совсем скоро. Я посплю. И сразу сяду завтра за четвертое прохождение. Меня зовут Алексей. Это канал Фролов может все. И сегодня Фролов в третий раз смог новую часть прохождения жизни страдания сэра Бранте. И спасибо тебе за то, что ты посмотрел это видео. Обязательно ставь лайки, подписывайся на канал и рассказывай друзьям. Не забывай комментировать. Давай дружить. И знай, мне с тобой было хорошо.